Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре Tail Spinner от производителя Sebel, называется он Spin Shed, выпускается в довольно большом диапазоне размеров и развесовок на обзоре. Самая маленькая моделька в размере 50 мм 4 грамма, также есть 7 граммовые 14, 22 и 35 грамм, которые уже по размеру будут идти 7-6 мм. Выбор довольно существенный для различных условий, от самых ультралайтовых приманок, как я себе взял для ловли на небольших речушках, головля окуня, жереха, так и для довольно солидных, где можно при помощи джиговой проводки облавливать существенные глубины в поиске судака, щуки и крупного окуня. Так как крупных Tail Spinner у меня хватает, они все производят именно такие совсем маленькие ультралайтовые, я обратил внимание у данного производителя именно на эту сверхлегкую модель. Вставляется в пластиковые упаковки, большая смотровая витрина, можно в таком 3D формате изучить как выглядит данный Tail Spinner, так как он лежит на специальном подиуме, где для каждых его элементов есть отдельные пазы, где лежит отдельно крючок от тела приманки, отдельно лежит лепесток, выполняющий роль хвоста. На лицевой стороне сказано, что использовать можно как для соленой, так и для пресной воды. Информация 4 грамма, лепесток 2 нуля. Сзади есть аннотация и, что удивительно, есть даже на русском языке. Коллекция Mini Lures это лучший из концепции Innovative Fishing, несмотря на то, что речь идет о самых миниатюрных воблерах с Себель, они отличают также высокими требованиями. Ну, в принципе, ничего особо здесь интересного, конечно, нам не говорят. Информации о том, что производится в Китае, тоже присутствует. Без этого в последнее время никак. Итак, давайте извлекать приманку. Ну, упаковка действительно солидная. У этого Тейл Спиннера, в принципе, стандартная, как и у многих других производителей, дешевле, чем японские и дороже, чем китайские. Такой средний по цене Тейл Спиннер. Классно выглядит. Очень большая тяжесть находится в передней части данной приманки. По ощущениям он как будто весит даже больше, чем 4 грамма. Пузатый, как вы можете видеть, треугольные формы. На корпусе довольно детализировано все сделано, хоть и приманка очень маленькая, но при этом довольно качественно и тщательно подошли к оснащению тела. Боковая линия ниже, голографическая покраска, либо же это наклейка. Выше имитации чешуи, жаберная крышка, вклеенный глаз с голографической точкой атаки. Большая довольно крепежная петелька из носа выходит, легко будет использовать с любыми застежками, металлическим поводком. Также снизу идет крепежная петелька, где через заводное кольцо крепится небольшой тройничок. Он действительно небольшой, и мне кажется, что тройник-то я буду как раз менять, хоть он и очень-очень острый, с большим подделом, но размер не совсем подходящий. Далее идет вертлюжок из желтого металла, через довольно крупное заводное кольцо крепится лепесток. И заводное кольцо здесь сверхмягкое, тоже, наверное, не совсем подходящее, потому что были нередкие случаи, когда проходили через витки у меня у других тейлспиннеров лепестки и терялись. Поэтому не хочется, чтобы такой формы интересный лепесток потерялся, придется, потому что его менять на довольно стандартный, округлый. Здесь лепесток выполнен в виде тела самого же тейлспиннера, немножко в другой расцветке, здесь она идет фиолетовая, здесь больше синевой. На сайте, кстати, вы можете выбрать из шести расцветок, где четыре плюс-минус похожи на это, серебряными, синими оттенками и две более такие темные идут в золото. Расцветки в основном натуральные, но я думаю, интересные, больше, наверное, такие идут они морские. И про лепесток, опять-таки, все здесь повторяется, боковая линия, голография, насечки, точка атаки есть, но мне кажется, что лучше, чтобы хищник все же реагировал именно на тело приманки и не бил хвост, так как здесь зацепиться ему будет незачем. Ну и с другой стороны идет просто серебряный такой лепесточек, классно сделан, мне кажется, что я допустил такое большое упущение, как бы это ни звучало кламбурно, что раньше не сталкивался с подобными тела спиннерами. Вообще я большой фанат данных приманок и очень уж мне понравился при первом взгляде данный тело спиннер, обязательно приобрету самый крупный для ловли судакай, ну и какой-нибудь возьму средний для ловли более крупного окуня, так как действительно отличное качество исполнения у данных приманок. На этом мой обзор подошел к концу, тело спиннер от производителя Sebel SpinShed. Всем пока, спасибо за внимание.